Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Разговариваем мы сегодня про осеннюю обрезку винограда, но не в совсем стандартном ключе. Проблема многих виноградарей этого года это невызревшая, либо плохо вызревшая лоза. На это жалуются все и повсеместно. И, конечно, когда у нас лоза не вызрела, то в классические, скажем так, схемы обрезки мы не укладываемся. Что делать в этом случае? Сидеть и огорчаться, что у нас не будет урожая? Ну, либо попробовать что-то сделать. Прежде всего, хочу вам сказать, что не спешите отчаиваться. Все покажет весна и все покажет следующий сезон. А пока что отчаиваться рано. И сегодня мы вам покажем примеры обрезки не совсем вызревшей лозы, которые, в принципе, нам дадут надежду на получение хоть какого-то, а может быть, даже и вполне хорошего урожая в следующем году. А, конечно, первое, о чем сразу следовало бы сказать, это то, как определить вызревшую и невызревшую лозу. Конечно, если не было заморозков, там вообще все просто. Вызревшая лоза коричневая, невызревшая лоза зеленая. Но в нашем регионе уже прошли заморозки, и даже ни одни, ни два, и поэтому вся лоза стала приблизительно коричневая. Значит, первый мой совет в этом случае, если вы сомневаетесь, если вам сложно визуально, тактильно определить, вы просто не спешите с обрезкой. Потому что та лоза, которая была невызревшая, которая была поврежденная, она со временем высыхает. И тогда даже непрофессионал легко определит живую лозу от уже мертвой. Поэтому с обрезкой такой не спешите, лучше сделайте ее чуть позже, зато будете, скажем так, больше уверены в своей правоте. Ну, а теперь уже идем смотреть конкретно на лозы. Один из способов, как определить вызревшую, либо невызревшую лозу, это ее пощупать. То есть вызревшая лоза, она тепленькая и такая немножко шершавенькая, а невызревшая она будет гладкая и скользкая, и такая холодноватая. Когда вы вот лозы пощупаете, то вы вполне легко это поймете. А вот смотрите то, о чем я вам говорила, что вы не спешили. Обратите внимание на вот эти две лозы. Рядышком я их поставила. Ну, тут даже видно еще, что она немножко зеленоватая. Вот эта лоза вызревшая, а эта подморозилась, но она такая более скользкая, знаете, как вощеная. И видно, что она стала подсыхать. То есть у вызревшей лозы у нее просто такие вот бороздки, а у невызревшей вот здесь будет хорошо видно такие морщины. Вот смотрите, вот здесь. Вот невызревшая, подмороженная. Ну, и здесь все видно. То есть если вы не будете спешить с обрезкой, то вот такое вот будет очень хорошо явно бросаться в глаза. И вот смотрите, мы совсем упускаемся вниз. Ну, здесь по цвету видно. Вот, до первой почки. Вызревшая, а дальше уже все, она не вызрела. Вот здесь тоже должно быть хорошо видно. Пробую развернуть камеру. Вот тоже вот здесь коричневый, вот здесь. Вот смотрите, здесь коричневый, здесь коричневый. А дальше уже все, оно пошло зелененькое, такое вот морщинистое. Ну, и по ощущениям. Вот здесь оно такое тепленькое, ну, как ощущение дерева. А здесь уже вот как восковое. Еще один из способов определять нахруст, вот при таком надавлении, лоза трещит. Ну, бывает, что она чуть-чуть не до конца дозревшая, и она будет трещать. Но у такой недозревшей лозы, вот здесь, на внутреннем сгибе, будет трескаться кора, и трескаться очень сильно, это будет заметно. Вот смотрите пример. Я даже специально опущу микрофон. То есть, да, это лоза, она хрустит вот здесь, да? Вот. Ну, видите, что происходит? Начинает расслаиваться кора. Такого быть не должно. Ну, с другой стороны, если вы сомневаетесь, лучше оставьте больше. Ну, ничего страшного. Высохнет, так высохнет. Удалите весной. Вот смотрите, еще пример. Вот здесь лоза вызрела. Вот если бы мы смотрели с этой стороны, она тоже вроде как вызрела. А вот здесь фрагмент, он не вызревший. Но оно по цвету, как бы, теперь становится такое схоже, ввиду того, что прошел морозик. Если бы морозика не было, то, конечно, здесь был бы зеленый фрагмент, его было бы видно. Ну, то есть, видите, как бывает, что она вызревает вот так вот фрагментами. Ну, понятно, что эта часть, она никак не перезимует. То есть, вот ниже у нас все хорошо, а здесь уже все не годится. И что же делать в таком случае? Стандартная обрезка на плодовое звено не всегда возможна, да? Потому что, ну, конечно, вот здесь есть, как бы, неплохие лозы. Но вот смотрите, вот конкретно эта вызрела на раз, два, три, четыре. Вот, вот до сюда. То есть, тут, ну, 30 сантиметров. Какое тут плодовое звено получится? Никакое. А вот этот вот побежек, да, тут вообще буквально на одну почечку. В таком случае мы применяем короткую обрезку. Обрезку на рожки или на кордон. Обратите внимание, кстати, вот в прошлом году здесь так резалось. То есть, мы оставляем все, что у нас есть. Я потом покажу уже на обрезанных кустах. И, например, вот этот побег. Вот мы невызревшие. Убираем, оставляем здесь пенечек. Здесь, ну, вот он подлиннее. Мы можем оставить три почечки. Можем оставить несколько больше. Ну, и посмотреть. Что касается перспектив получения урожая, А тут многое зависит от сорта. Дело в том, что некоторые сорта могут закладывать урожай вот в этих первых почек. Некоторые закладывают чуть дальше. Дальше летом я вам рассказывала, обращала на это внимание, Что можно пройти и понаблюдать за своими кустами. Но, если вы этого не сделали, ничего страшного. Все равно сейчас у нас других вариантов нет. Поэтому давайте пробовать. И резать так, как у нас получается. Причем, смотрите, даже на одном кусте можно применить смешанную обрезку. Как, например, вот здесь, видите? Вот часть я порезала на кордон. А дальше у меня пошла плодовая стрелка. Но здесь я так порезала немножко по другой причине. Мне надо было максимально шпалеру занять. Конкретно на этом кусте лоза вызрела хорошо. Но, тем не менее, не вызревшую лозу вы смело можете резать так. Помните, что нет обрезки правильной и неправильной. Нет формировки правильной и неправильной. Самое главное, понимать принцип. А принцип у нас такой. В следующем году плодовые почки будут на побегах, которые выросли в этом году. То есть, вот он у нас, однолетний побег. Вот. Побеги, которые выросли в этом году. Именно на них в следующем году из их почек, вот отсюда, пойдут. Вот такие побеги, на которых будет урожай. Ну, теперь смотрите, в классическом кордоне оставляют три почки. На рожке раз, два, три. Если с вызреванием совсем плохо, как, например, на этом побеге, смотрите, зона вызревания у нас вот. То мы можем резать его так. Совсем коротко. Вот на этом побеге тоже видно. Ну, вот так. Все, больше здесь, к сожалению, не вызрело. Самое главное, вот такие побеги, то есть, если мы оставляем рукав, не отрезайте. Вот. Совсем ровно, потому что у винограда есть особенность. Он не может затягивать ранки полностью, поэтому надо оставлять маленький пенечек, хотя бы сантиметр. Ну, в принципе, если сомневаетесь, отрежьте чуть больше. А весна покажет. То, что плохое, то, что, как говорится, не перезимует, то не перезимует, отсохнет. Ну, весной будет видно. Вот, смотрите, еще один пример кордона. Его разновидность. Это кордон беликовый. То есть у нас лозы вызрели несколько больше, чем на три почки. И мы их оставляем тоже несколько больше. Ну, вот, если по почкам, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, тут мы не по почкам больше ориентируемся по длине. Видите, вот это вот у нас старая древесина. А вот это побеги, которые у нас выросли в этом году. То есть мы их вот так обрезали. Опять же, настолько, насколько они у нас вызрели. И вот весной мы их таким образом повесим на проволочку. И вот из этих почек у нас пойдут побеги вверх. И на них же будет урожай. Если вам сейчас кажется, что нуа потом же будет густо, вот потом весной разберемся. Посмотрим, как это все перезимует. И уже там будем принимать решение. Если надо, что-то лишнее уберем. Но пока что лучше иметь запас этих самых почек. Так что, если с вызреванием лозы у нас проблемы, ничего страшного. Смотрим все-таки, что вызрело. Стараемся максимально оставлять. Применяем различные виды обрезки. Комбинированную обрезку. Смотрите, здесь тоже пример. У меня получается смешанный кордон. Здесь коротенькие. А вот дальше, потому что у меня есть место на шпалере. Вот этот побег вызрел чуть больше. И я его оставила подлиннее. То есть можно сказать, что здесь будет и вот этот побег подлиннее. Смешанный кордон. Как бы обычный. С короткими рожками. И кордон великовый. И в завершении ролика я хочу вам напомнить о том, о чем я говорила в самом начале. Не спешите отчаиваться. Где-то сомневаетесь, где-то не уверены. Там вызрело, не вызрело. Оставьте больше. Оставьте запас. Если оно не перезимует, если все-таки лозы повреждены, удалите весной. А так и запас у вас есть. Ну и в принципе все покажет весна. А пока отчаиваться рано. Режем. Оставляем запас. И надеемся на лучшее. Я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды. И мой контакт. И до новых встреч.